«Цветы для пчел, как для нас, мясо. Мед, как хлеб или макароны», — говорит Лука Коско, молодой итальянский пасечник. Он так хорошо изучил пчел, что стал разбираться в тонкостях их рациона. Лука живет в Лигурии, регионе, в котором есть и море, и горы, и поля, и леса. Благодаря такому разнообразному ландшафту мед здесь получается особенным. Он славится не только во всей Италии, но и за ее пределами. На небольшой пасеке Луки, расположенной в горах, живет около 50 тысяч пчел. Трудолюбивые насекомые делают три вида меда — цветочный, каштановый и акациевый. Каждого вида по 100 килограммов в год. Работать для таких результатов приходится, не покладая крылышек. Чтобы добыть килограмм меда, пчелы должны облететь около 10 миллионов цветов. Чтобы превратить жидкий нектар в мед, пчелы выливают его в соты, высушивают крылышками, а потом закупоривают ячейки. С помощью специальной центрифуги пасечники собирают получившийся мед, который отстаивают 10-15 дней, после чего разливают по банкам. Чтобы проверить качество меда в стеклянной банке, достаточно просто резко перевернуть ее. Качественный продукт должен дать один большой медовый пузырь, и никак иначе. Каштановый мед с глубоким и богатым вкусом и легкий акациевый мед считаются местными специалитетами. Их чаще используют в пищу. А вот особо полезным цветочным медом принято лечиться. Пчелы, существа, чей интеллект так и не изучен до конца, поражают своими талантами. Они действуют как единый умный организм, почитающий могущественную королеву. На этой пасеке пчела-матка еще очень юная. Зеленая метка стикер на ее тельце означает, что королеве всего год. Когда настанет зима, насекомые плотно обступят свою повелительницу, обеспечив ей тепло, необходимое для выведения нового поколения пчел. В ульях есть даже детские отсеки, в которых подрастает новая смена добытчиц меда. Медовому хозяйству луки всего несколько лет, однако хозяин уже выработал основные принципы работы своей пасеки. Первое правило. Чтобы жить с пчелами в мире, их нельзя обижать. Ни в коем случае нельзя отнимать весь мед у маленьких труженец. Второе правило. Никаких химикатов и машин. Лук и его помощники собирают мед вручную. Такой экологический подход не вредит пчелам. Тонкости профессии лука постигал самостоятельно. Зато теперь готов поделиться опытом. Для этого молодой пасечник завел страницу в социальной сети, на которой с радостью и совершенно бескорыстно обучает медовым премудростям своих коллег-новичков.